всем привет вы на канале все к разным с китая вас приветствую сегодня у нас очередная распаковка интересной посылки которая пришла с gear best gear best и здесь должна находиться экшн камера прислали вот в таком пакете пакете у нас находится еще один пакет я в пакете находится такой чехольчик я так понимаю что эту сумку можно использовать для переноса и хранения самой экшн камере там не просто камера там целый набор для этой экшн камеры и смотрите все это вместе поставляется в таком боксе то есть есть ручка есть молния которая закрывается написано и кин алфавейс это название камеры алфавейс эйкен h6s вот эта камера у меня основная сяоми и офигительная камера и стоит недорого и снимает вообще прикольно но мне не нравится что в моей экшн камере отсутствует стабилизация стабилизация изображения то есть когда катаешься на мотоцикле сильная тряска и изображение new very good поэтому я решил взять камеру вот такую экин она стоит на данный момент 6999 рублей то есть на доллар это 9999 но не знаю курс меняется на данный момент на покупку стоило столько то есть 7000 рублей смотрите эту камеру можно купить грубо за 4000 но без конечно без всей фурнитуры которая идет здесь просто одна камера будет около 4000 если с полным пакетом там даже с флешкой около семи так и выходит ну давайте смотреть что нам поставляет камера экин h6s в комплекте открываем коробку так что нас первое тут встретила встретила нас инструкция вот вижу есть qr-код для скачивания приложения скачиваете приложение из этого из этой инструкции да и вы сможете видеть все что снимать камеры и также управлять с помощью телефона вашей экшн камеры стяжки и металлическая такая собачка чтобы не потерять на липучке ремешок он нужен нам для того чтобы крепить какие-то крепления и также в комплекте идет смотрите положили тренога вот такая до мини штатив но он не выдвигается ничего просто можно где-то взять этот готовый уже который идет в комплекте штативчик поставить его куда-то прикрепить камеру и использовать есть комплекте далее что интересно в этой камере есть пульт пульт дистанционного управления с помощью этого пульта также можно дистанционно управлять вашей экшн камерой то есть моей вот она сама экшн камера она уже идет аква боксе как я вам показывал есть ремешок продевается отсюда одевается на руку и к примеру если вы катаетесь и хотите снять какой-то трюк примеру взяли этот штатив поставили где-то включили камеру и поехали да пока прицелились пока настроились камера пишет ваше место на флешке занимается это как бы неудобно да а так вы поставили камеру включили ее отъехали настроились кстати пульт у нас имеет расстояние до 20 метров прием то есть 20 метров принципе неплохо можно на расстоянии 20 метров где-то остановиться нажать кнопку записи и начинать уже исполнять какие-то трюки после окончания трюков можете также остановить запись либо сделать фото есть две кнопки на пульте кнопка включения видеозаписи включения выключения также кнопка с помощью которой можно делать фотоснимки далее есть вот такой вот крепеж кстати вот это оранжевая все какой-то силиконовые штучки вот они вставляются сюда но это кстати прикольно они служат своего рода пружиной не дадут согнуться вот этим креплением есть вот такое и также прикручено на камере такой крепеж на двухстороннем скотче еще какой-то колено кабель для зарядки и избе микро usb крепление для руля в комплекте есть вот такое вот крепление интересно есть вот такое вот они разные видите есть вот такое кстати неплохое крепление мне понравилось то есть мне уже нравится я смотрю на него мне нравится вот такая вот штукенцы если вы катаетесь примеру летом на мотоцикле и не хотите одевать аквабокс так как в боксе в общем-то звук будет гораздо тише естественно там влагозащищенное все пыли непроницаемые и отверстий нету для звука здесь же если в сухую погоду и все хорошо можно использовать вот такой вот бокс смотрите как он открывается вот таким образом сюда вставляется экшн-камера закрывается крепится куда-либо то есть вы можете ввести какой-то диалог с вашими зрителями да и звук гораздо лучше будет также на боксе есть кнопки которые дублируют кнопки на самой экшн камере ну выполнена неплохо прикольно вот такой вот есть крепеж ну и в принципе все по крепежу хорошо что здесь металлическая пластина потому что на сяоми у меня постоянно здесь ломается я постоянно подпаиваю здесь сделали металлическое спасибо им за это ну и кнопки прорезиненные видите то есть также дублируют включение вай фай включение выключение камеры и делать фотографии либо включать запись здесь вот такая пленочка на не снимет мне камера очень понравилось здесь есть экран спереди наподобие gopro кнопка включения кнопка включения выключения записи либо фото сделать есть кстати отверстие под микрофон он находится сверху с правой стороны есть кнопка включения вай фай на нижней части есть вот такой лоток открывается очень просто и легко удобно здесь находится аккумуляторная батарея 3 и 7 вольта 1050 миллиампер час как заявляют продавцы этой батареи должно хватить на 50 минут записи есть отверстие micro usb для подключения зарядки есть подключение mini hdmi и отверстие для установки micro sd карточки кстати micro sd карту можно установить до 64 гигабайт десятого класса естественно на задней части у нас находится только лишь дисплей двухдюймовый дисплей больше ничего кстати этот дисплей по моему также да вот имеется здесь пленочка давайте также снимем защитная пленка вот так вот такой дисплей что же давайте включим камеру посмотрим что у него внутри посмотрим что показывает основной дисплей что показывает добавочный дисплей так на основном дисплее смотрите я установил флешку на 16 гигабайт 16 гигабайт влазит час 16 вот видите показывает время которое могу записать на мою карточку и вот разрешение 1080p на 60 кадров также включена электронная стабилизация показывает уровень заряда батареи и показывает индикатор включена запись или нет если включена вот эта камера маленькая ведь в левом углу будет гореть красненьким показывает уровень заряда батареи показывает что включена или активно у нас стабилизация вот видите также показывает включенное разрешение full hd 1080p 60 кадров и при записи будет отчет времени эти первое написано взрыв здесь у нас просто фото тел видео то есть это смотрите включаем 4к 30 кадров здесь типа time-lapse time-lapse и выставляете в настройках потом покажу время и он будет в той лапсе записывать видео также можно делать time-lapse фото то есть через определенное время будет делать снимки и они будут отдельными снимками сохраняться видео это видео плеер для того чтобы можно было посмотреть какие записи вы записали также можно посмотреть фото и собственно вот настройки здесь в В этом меню можно выставлять разрешение, в котором хотите вы записывать видео. Можно выставить интервал видео, то есть видео записывается определенными кусочками. Можно выбрать одну минуту, а можно выбрать пять минут. Ну, я выбрал пять минут. В общем-то, все ролики будут сохраняться обрезками по пять минут. Циклическая запись, она отвечает за то, что после окончания объема вашей памяти камера откажется записывать на эту флешку. Ну, а при включении циклической записи камера будет стирать старые видео и записывать на них новые. Ну, я отключил эту функцию, потому что я в основном, если включаю, мне нужны будут эти файлы. Ну, есть такая функция, можно отключить ее дальше. Впечать даты, ну, будет на видео показывать дату и время. Далее идет экспозиция. Это выбор яркости, режим серийный. Что это такое? Три фото, одна секунда, семь фото, две секунды и пятнадцать фото, четыре секунды. Ну, вот это я о чем говорил. Таймлапс фото. Пульт включить-выключить, дата-время, звук включить-выключить. Криндсейвер. Я не знаю, что это. Давайте посмотрим. Включение-выключение. Одна, три, пять минут. Тоже будем разбираться. Энергосбережение можно включить. Там, как у нас, от минуты три, пять, да? Да, пять минут. Я поставил на три минуты и через это время будет у вас просто гаснуть дисплей. Тем самым экономить электроэнергию вашей батареи. Дальше форматирование карты, сброс на все, версия самой камеры прошивки. Ну, в общем-то и все. Ну, что хочу сказать. Камера мне очень нравится, красиво выглядит, симпатичная. Кстати, кстати, самое забыл сказать вам. Передняя часть черная, вы видите, она сделана из пластика. Серебристая часть сделана из металла. Она, скорее всего, алюминий. И камера у нас имеет такой достаточно приятный, тяжеленький вес. Как бы это тоже я могу отнести, честно говоря, к минусам. Потому что, одев на шлем, ну, я, честно говоря, не почувствовал. Но если вы едете в каком-нибудь легком велосипедном шлеме, если наденете, то, мне кажется, будет чувствоваться эта камера на голове. Угол обзора у этой камеры 170 градусов. Хочу протестировать, сейчас поехать одеть ее, поехать на мотоцикле в лес, протестировать и посмотрим, как хорошо она снимает. И заодно сравним с нашей экшн-камерой Xiaomi Yui. Что, погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребята, приехал в лес, доехали. Вроде бы батарейка еще не севшая, показывает, что 25% где-то израсходовалось. Поэтому дальше посмотрим, насколько хватит, как объясняли продавцы там на магазине, что 350 минут можно записывать смело на эту камеру. Ну, проверим сейчас. В общем-то, не знаю, как будет по направлению камеры. Надеюсь, что все хорошо. Ну, смотрите сами, качество записи, стабилизацию, главное, оценивайте. Я брал эту камеру с большой надеждой на стабилизатор. Записывал я сейчас не в 4К, 1080p, 60 кадров в секунду, максимальное, да, что может. И, как я говорил, есть 4К и есть 2,5К. 2,5К не будем проверять. Давайте сейчас включу 4К и посмотрим качество записи на 4К. Не переключайтесь. Ну, собственно, вот, 4К, 30 кадров в секунду. Ну, оценивайте. Давайте сейчас пройдемся и посмотрим, как в движении. Подключил через телефон к Wi-Fi. Вот я вижу, что снимает камера. Отдача-передача очень шустрая, прямо, ну, мгновенно. Пойдемте посмотрим, как снимает в движении. Ну, что, давайте посмотрим моцик, как он выдержал первую поездку. Точнее, как выдержал первую поездку глушитель, который я недавно поставил Акроникс. Ну, в общем-то, глушитель сам ничего. А вот труба, смотрите, какого стала цвета. Она просто потемнела. Потемнела и, ну, не знаю, стала какого-то темного цвета. Золотистый цвет исчез. Как-то так, не знаю. Ну, по крылу, смотрите, Саби. Тут, конечно, все закидывает. Ну, а что делать, у нас грязище. Поэтому, как-то так, как говорится. Ну, что же, теперь записываем на камеру Xiaomi. Вот наша Aiken H6S. Сравните качество. Просто звука, качество видео. Смотрите. Опять снимем мой мотоцикл. Для примера. Вот так она снимает. Ну, не знаю, Xiaomi мне очень нравилось. Мне единственное, в ней немножко не нравилось, что нет дисплея. А так, в принципе, также подключение есть через Wi-Fi к телефону. Ну, и все, в принципе, то же самое. Единственное, нет дисплея. А так, функционал тоже самое. Ну, 4К в этой Xiaomi нет. Ну, такой 4К здесь и не нужно. В общем-то, смотрите сами. Я не знаю. Я, честно говоря, вот только одел и поехал. Я не знаю, что там записалось. Я не знаю, даже, что сейчас хвалить ее. Или говорить, что она плохо снимает. Лучше снимает, к примеру, Xiaomi. Ну, оценивайте. Как говорится, вроде бы линза чистая. Должно быть записано неплохо. Ну, единственное, в Xiaomi нет стабилизации. Ну, не знаю, стоит ли жертвовать стабилизацией ради качества видео. Сейчас оценим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok